у нас еще оставалась возможность судебной защиты наших прав на наследие рерихов условно наследие рерихов из коллекции мцр можно разделить на две группы первая группа это произведение рерихов и предмет мемориально-вещевого фонда арестованы в рамках уголовного дела бориса булочника часть из них была изъята следственными органами в ходе обыска весной 2017 года вторая часть после захвата оставалась в усадьбе и была арестована в 2018 году о чем мы узнали только в 2020 году и третья часть это 10 картин которые должны были вернуться в мцр в июле двадцатого года после снятия ареста наложенного приставами по налоговому делу но тут же были арестованы следователем в рамках дела уголовного все по этому делу было арестовано 321 произведение авторства рерихов среди которых картины и рисунки николая константиновича святослав николаевич юрий николаевича елена иванова а также 181 предмет мемориально-вещевого фонда основные аргументы следствия в обосновании необходимости наложения и проведения ареста на картины сводились к следующему во первых это то что булочник приобретал картин рерихов на денежные средства получены якобы незаконным путем далее он передавал эти картины международцентру рерихов по якобы эффективным договорам дарения после этого данные картины якобы не были включены в состав музейного фонда российской федерации не отражались на бухгалтерском налогом учете организации а булочник при этом якобы оставалось фактическим собственником данного имущества что можно сказать во первых основная часть этих картин была подарена международному центру рерихов период с 95 по 2010 годы то есть задолго до периода вменяемых булочнику вину преступных деяний как следует из фабу обвинения это 2011 2013 годы получается что картины приобретались в 90 и 2000 годы на денежные средства получены только в одиннадцатом тринадцатом годах очевидно что такое невозможно эти картины не имеют никакого отношения к данному уголовному делу здесь как мне видится был нарушен основополагающий принцип любого расследования и судопроизводства сначала причина а потом следствие сначала преступления а потом наказание также вопреки утверждению следователя о том что картины не были включены в состав музейного фонда россии большая часть этих картин еще в 2005 году было поставлено международцентр рерихов на учет в негосударственную часть музейного фонда россии соответствии с приказом федерального агентства по культуре и кинематографии а 25 ноября 2005 года но на 667 который так и называется а включение в состав не государственной части музейного фонда российской федерации музейных коллекций принадлежащих международному центру рерихов этот приказ запубликован и доступен в данный момент на сайте минкультуры вы видите на экране скриншот страницы сайта минкультуры кроме того тем же федеральным агентством 2008 году нам было выдана официальное свидетельство как собственнику данной музейной коллекции для примера я хочу показать картину николая рериха наши предки подаренную музею борисом ильичем блочник в 1995 году когда даже мастер-банка еще не было все последующие годы эта картина находилась постоянной экспозиции нашего музея кроме того 2016 году международцентр рерихов проводилась выездная налоговая проверка в ходе которой были проанализированы и подтверждена легитимность договоров дарения в соответствии с которым мцр были подарены 171 произведения рерихов и числа арестованных следствием материалами проверки было установлено что даритель передал дар добровольно безвозмездно и без каких-либо условий а мцр принял эти картины в соответствии с утвержденными правилами результате этой проверки на картина рериха будут начислены многомиллионы налог на имущество последствии полностью уплачены мцр благодаря в том числе поддержки рериховской общественности что само по себе подтверждает правосовственность мцр на эти произведения в обратном случае взыскание с мцр такого налога как я считаю было бы попросту незаконным для примера одной из таких картин за использование которых музейной деятельности с нас был взыскан многомиллионный налог я хочу показать картину николая рериха сам вышел подаренную нам 2008 году на этой фотографии людмила сильно шапочника впервые осматривает картину в день ее поступления все последующие годы эта картина находилась в позиции русского зала нашего музея на этой фотографии экспозиции музея видны обе упомянутые мною картины сквозь центральную витрину вы можете увидеть картину наши предки а на стене справа картину сам вышел почти все картины николая рериха в этом зале были подарены нашему музею в двухтысячные годы и ныне арестованы среди них пасхальная ночь а также картина из серии санкта и мы видим и мы открываем врата и мы приносим свет следователь в своих ходатайствах говорил о необходимости наложения и продвижения ареста на картины в целях предотвращения и дальнейшей перепродажи однако в соответствии со своим уставам международ центр эрихов создан по инициативе святослава николаевича рериха в целях сохранения изучения и популяризации наследия рерихов то есть продажи картины любое отчуждение каких-либо частей наследия рерихов прям противоречит уставным целям и задачам нашей организации и за всю свою историю мцр никогда не участвовал в торговле произведениями рерихов все эти картины более 20 лет открыто и добросовестно использовалась международным центром рерихов в научной культурной работе проводилась их реставрация научное описание публикация в общедоступном каталоге музея экспонирование в музее международного центра рерихов а также в музее других городов россии и за рубежом на основании отдельных разрешений министерства культуры что подтверждалось целой совокупностью документов которые мы передали материалы судебного дела однако в настоящее время эти картины в связи с их арестом уже почти семь лет недоступны как любителям искусства так и исследователям творчество рерихов и по сути выведены из культурного пространства россии на все попытки мцр и рериховской общественности инициировать комиссионную проверку целостности состояния сохранности коллекции следовали отказы за все эти годы судом неоднократно удовлетворялись ходатайство следователя и продлевались аресты этих картин однако нашелся один судья мосгур суда по фамилии гайдар который в 2022 году добросовестно разобрался в этой истории и принял решение об отмене ареста наложено на 193 произведения рерихов изъяты у нас весной 2017 года вы можете впервые увидеть это судебное постановление в тексте этого документа в частности было сказано представлены в заседании суда апелляционной инстанции представителями мцр документы ставят под сомнение законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного решения поскольку из них усматривается что арестованные произведения искусства переданы по гражданско-правовым договорам в мцр в различное время предшествующие возбуждению уголовного дела сведения о том что названные договора признаны незаконными либо расторгнуты по иным основаниям судебное заседание не представлены более того заседание суда установлено что мцр 29 мая семнадцатого года была привлечена к ответственности за налоговое правонарушение которое в том числе заключалась невыплаты налога на имущество организации которому является арестованное произведение искусства то есть нам оков подтвердил факт принадлежности арестованного имущества в международном центре рерик тихо как об этом утверждало следствие международ центра и и hal понес ответственность за налоговое правонарушение учитывая изложенное признать законом и обоснованным по становления в части утвержд spring афагов авторские произведения р ри хв из совет 163 позиции принадлежат обвиненому блокер нику не представляется возможным а постановление подлежит К сожалению, в апреле 2023 года следователь неуведомий в нас, как собственников, имущество подал в суд новое ходатайство. На эти картины был наложен новый арест без нашего участия. В настоящее время предварительное расследование по делу блочника окончено и все материалы переданы следствием за Москворецкий суд города Москвы. В ноябре прошлого года на предварительном заседании суд по ходатайству прокуратуры наложил на все эти произведения новый арест до 20 февраля 2024 года. Мы сейчас пытаемся войти в это дело как собственника арестованного имущества для защиты законных интересов МЦР. Другая часть наследия была изначально получена Международным центром Рериха в соответствии с завещанием Святослава Николаевича Рериха 90-го года и актом правопередачи 92-го года. Но ясно 2017 года в связи с незаконным выселением МЦР из усадьбы Лопухиных это наследие было захвачено и с тех пор находится в незаконном владении Музея Востока. Вы можете видеть на экране обложку завещания Святослава Николаевича Рериха 90-го года, которая раньше не публиковалась, а также оглавление этого завещания. Как видите, римскими цифрами здесь указано 6 приложений. Приложение 1 – это архив Рерихов. Приложение 2 – это книги или мемориальная библиотека Рерихов. Приложение 3 – это картины Николая Константиновича Рериха, полученные МЦР. Приложение 4 и 5 – это списки из 287 картин Святослава Николая Рерихов из коллекции принадлежавшей Святославу Николаевичу, которые с конца 70-х годов находились в виде Минкульта и экспонировались в различных городах Советского Союза. А 80-е годы осели на временном хранении в Музее Востока. И приложение 6 – это личные вещи Рерихов или иначе Мемориальный вещевой фонд. Весной 2020 года Международцентр Рерих подал в арбитражный суд города Москвы иски об истребовании захваченных коллекций, указанных в приложении 1, 2, 3 и 6 к завещанию, из чужого незаконного владения Музея Востока. Эта история вам известна. Первая инстанция удовлетворила наши иски в отношении архива и Мемориального вещевого фонда Рерихов. Вторая инстанция оставила в силе решение по Мемориальному вещевому фонду. Но, к сожалению, на уровне касации все положительные решения были отменены. В этих делах мы дошли до Верховного суда, но получили отказы. В отношении картин, указанных в приложении 4 и 5, мы также подали иск в январе 2022 года, опираясь на решение Индийского суда 2018 года, которое признал МЦР законным собственником наследия указанного завещания Святого Николаевича. Однако и здесь нам было отказано. Причем в текстах судебных решений всех инстанций в рамках этого дела наш основной аргумент решения Индийского суда даже не упоминалось. Вы можете видеть на экране первый лист решений Индийского суда, датированного 2 ноября 2018 года. Таким образом, российские судебные инстанции также не смогли помочь нам в защите воли Святослава Николаевича Рериха. В октябре прошлого года в Третьяковской галереи открылась грандиозная выставка, посвященная юбилею Николая Рериха. В числе картин, предоставленных на выставку Музеем Востока, были несколько картин из той самой коллекции Святослава Николаевича, незаконно присвоенной Музеем Востока. На этом фото одна из них, картина Николая Рериха «Армагеддон» из приложения «Пять к завещанию», на этикетке которой написано, цитирую, «Дареса Рериха, сына художника, 93-й год, Государственный Музеем Востока». При этом не существует ни одного документа, подтверждающего, чтобы Святослав Николаевич подарил эту картину Музею Востока. Более того, именно в 93-м году, 30-го января, Святослав Николаевич умер. Известно, что уже в феврале 93-го года, менее чем через месяц после ухода Святослава Николаевича, Музей Востока приказом директора музея Набатчикова нарушения федеральных музейных инструкций, законодательства и воли Святослава Николаевича перевел эту коллекцию с временного хранения на постоянное. Сегодня мы отмечаем День памяти Святослава Николаевича Рериха. В связи с этим я предлагаю оценить, как выполнила Россия его последнюю волю. К сожалению, можно констатировать, что на данный момент нарушено не только российское и индийское законодательства, но и вечный этический закон в отношении последней воли ушедшего в другой мир великого человека, Святослава Николаевича Рериха. Эта воля о судьбе наследия Рериха в России была неоднократно озвучена и закреплена письменно. Эта воля сейчас нарушена по всем трем пунктам. Святослав Рерих в своем письме «Медрить нельзя» опубликованном газетой «Советская культура» 29 июля 1989 года ясно выразил свою волю о том, что он готов передать наследие своей семье для создания Центра музея НК Рериха в Москве, который должен функционировать в статусе общественной организации и подчинение которого Министерству культуры, а тем более Музею искусства народа Востока, недопустимо. Для его размещения он лично выбрал усадьбу Вопухиных в центре Москвы. И что же мы видим? Экспозиция общественного центра музея в усадьбу Вопухиных разрушена, а наследием при поддержке Министерства культуры завладил именно Музей Востока под предлогом создания Государственного музея семьи Рерихов. Что же сделал Музей Востока после захвата усадьбы и наследия? Первое, с чего он начал, это сняло знамя мира, символ пакта Рериха с фахштока на территории усадьбы Вопухиных. Далее, вопреки воле Елены Ивановны Рерих, Музей Востока отсканировал и выставил для общего доступа ее сокровенные дневники. После этого, вопреки воле Святослава Николаевича, размещение музея в Московскую усадьбу Вопухиных и обещание Мединского Собянина, наследие Рерихов переместилось в один из павильонов на территории развлекательного комплекса ВДНХ. Там словосочетание музея Рерихов из названия филиала Музея Востока перекочевало в простое название выставки, сохраняя культуру музея Рерихов на ВДНХ. Если мы зайдем сейчас на сайт Музея Востока, то увидим, что название филиала Музея Рерихов уже исчезло. И произошло это совсем недавно, в конце прошлого года. Исчезло имя Рерихов. И филиал теперь называется просто Музей Востока, как и сам музей. К этому можно добавить многочисленные попытки Музея Востока удалить мемориалы о памятнике Рерихам с территории усадьбы Вопухиных, а также поддержку создания документального и художественного фильмов по книге Олега Шишкина «Рерих. Подлинная история русского Индиана Джонса». Обещания государства о создании всемирной помощи в работе Общественного центра музея имени Анка Рерихова в московской усадьбе Вопухиных, данные в свое время Святославу Николаевичу Рериху на самом высоком государственном уровне, в современной России так и не были исполнены. Но всем известно, чего стоят люди и государства, которые не держат своих обещаний. Я опять вернусь к завещанию Святослава Николаевича. Обратите внимание на его углавление. Как видите, завещание состоит из двух документов. Первый, известный всем, как архивы наследия Рерихов для Советского фонда Рериха в Москве. А второй, прах профессора Николая Рериха и мадам Елены Рерих для создания мемориала в Москве. Как вам известно, во исполнении воли Святослава Николаевича Рериха этот мемориал был открыт на территории Общественного музея в Московской усадьбе Вопухиных 25 лет назад. В настоящее время в связи с планами Министерства культуры по ремонту и реставрации усадьбы и в целях обеспечения сохранности скульптурной композиции мемориал Рерихов закрыт защитным кожухом и временно недоступен. И, быть может, это последнее изволие Рерихов, что пока еще не нарушено. И сохранение мемориала Рерихов спасает Россию от разрушения. Я опять возвращаюсь к теме нашего круглого стола. Словам Николая Константиновича Рериха «Разрушение музея есть разрушение страны». К сожалению, в результате захвата наследия и разрушения экспозиции Общественного музея у нас происходит разрушение веры в силу закона и справедливость государства. По сути дела, мы оказались надолго контужены этими событиями, и наше доверие государству будет очень сложно восстановить. Но не может и не должно государство нарушать законы, установленные самим государством. В Евангелии сказано о том, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». У Николая Константиновича в статье «Свет побеждает тьму» 1935 года есть еще одно прекрасное выражение. «Правда не ржавеет, и лишь правдой создается прочная государственность». Конец цитаты. Не случайно и в нашей истории все-таки встретились честные и порядочные люди, судьи, которые разобрались в несправедливости этих событий и удовлетворили законные требования МЦР. Да, их мало. Но пока остаются такие люди, то и надежда на спасение страны остается. Необходимо обновление России путем правды. Тогда все заветы Рериха будут исполнены. В это тяжелое время особенно близко и проникновенно звучат для нас слова Николая Константиновича Рериха. В дни смятения, раздробленности, неверия, малодушия и прочего возродим Россию во всем ее всесветном значении. Обновим так, как обновляются иконы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова